Уважаемые присутствующие, минут на пять у нас заседание задерживается по техническим причинам. Продолжение следует... 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 Я считаю такую позицию невзвешенной, и об этом я подробно пишу в письменной версии отзыва. Это, пожалуй, самое основное замечание по работе. Есть несколько более мелких замечаний, я не буду сейчас их оглашать. Они представлены в отзыве. Я также хочу задать несколько вопросов кандидату. Я бы хотела спросить госпожу председателя, должен ли я огласить вопросы кандидату? Каким образом лучше организовать процедуру? Не огласить вопросы сейчас? Госпожа председатель, необходимо ли я огласить вопросы кандидату сейчас? Хорошо, у меня пять вопросов кандидату. Я не знаю, позволит ли время. Я так понимаю, что у нас еще есть выступающие. Мой первый вопрос касался структуры диссертации. Почему кандидат выбрал именно такую организацию материала? Мне кажется, что при таком представлении материала довольно сложно дальше логически развивать идею и представлять информацию. Второй вопрос о том, обнаружил ли кандидат какие-то доктрины или другие источники. Существуют ли противники установления ограниченной ответственности классификационных обществ? Здесь у меня есть еще три вопроса. Этот вопрос уже более конкретный. Он не касается структуры работы. С чем связана необходимость обращаться к гаагским правилам и к гаагско-весбийским правилам? Большое спасибо. Раз ответы на вопросы получены позже, то я завершаю свое представление. Спасибо. Сейчас слово представляется у Ольги Александровны Макаровой. Уважаемый председатель, уважаемые присутствующие, отзыв на кандидатскую диссертацию Рождественской Марии Кирилловны размещен на сайте. Поэтому я вкратце оглашу основные положения и сформулирую свои замечания основные. Безусловно, я отмечаю актуальность темы исследования. На мой взгляд, содержание работы, структура работы свидетельствует о том, что все задачи и цели, которые автор поставил в исследовании, были достигнуты. Отмечаю, что научные положения, сформулированные в диссертации, являются обоснованными, отличаются научной довезной. И я обращаю внимание, что автором действительно использованы многочисленные международно-правовые и национально-правовые акты, регулирующие деятельность классификационных обществ. Представлена доктрина и отечественная, и зарубежная, и проведен анализ судебной практики ряда государств. Мне очень импонирует подход автора по выделению частно-правовых и публично-правовых функций классификационных обществ и выделение соответственно конвекционных и классификационных функций данных организаций. Поэтому в целом я делаю вывод о том, что работа является научно-квалификационной, в которой предложено авторское решение научной задачи в области международно-правового регулирования отношений по ограничению ответственности классификационных обществ. Вместе с тем у меня три замечания по данной работе. Первое замечание в какой-то мере совпадает с замечанием уважаемого председательствующего. Я тоже обращаю внимание на определение понятия классификационного общества, сформулированное во втором положении, выносимом на защиту, и в том определении, которое дается в диссертации на страницах 22-26. Мне представляется необходимым указание на организационно-правовую форму данной независимой организации. И вопрос, естественно, в том, может ли эта независимая организация являться коммерческой или некоммерческой. Если это коммерческая организация, то выполнение для него классификационных функций по договору возмездного оказания услуг может ли рассматриваться как предпринимательская деятельность? И можно ли в таком случае говорить об ответственности на началах риска, независимо от вины, о чем автор, к слову сказать, рассуждает на страницах 111 и 124 диссертации? И в связи с этим второй вопрос, имея в виду, что классификационное общество выполняет конвекционные и классификационные функции, может ли оно иметь организационную форму публично-правовой компании, о чем сегодня очень модно стало говорить. Второе замечание. На страницах 120 и 121 диссертационного исследования автор указывает на обстоятельства непреодолимой силы, являющиеся основанием для освобождения от ответственности. Вместе с тем, как мне представляется, автор некорректно толкует пункт 3 статьи 401, который определяет особенности ответственности в сфере предпринимательской деятельности. И последнее замечание. На странице 167 указывается на недействующую редакцию статьи 120 Гражданского кодекса в части ответственности автономного учреждения. Представляется, что следовало бы проанализировать пункт 6 статьи 123 со значком 22 Гражданского кодекса, особенно в части субсидиарной ответственности собственника имущества этого учреждения по обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам. Но это можно только оправдать, может быть, длительностью написания данного диссертационного исследования и быстрым изменением гражданского законодательства. Несмотря на эти замечания, я делаю вывод о том, что представленная работа является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой предложено решение актуальной задачи для развития международно-правового регулирования данных организаций. И делаю вывод, что диссертации Рождественской Марии Кирилловны соответствуют основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, а соискатели Рождественской Марии Кирилловны, соответственно, заслуживают присуждения ученой степени кандидата юридических наук. Спасибо. Благодарю вас. Валентина Петровна Талимончик, до вас дошла очередь. Прошу вас. Хорошо, спасибо за предоставленное слово. Я постараюсь быть краткой. Знаете, что меня привлекло в этой диссертации? Я почему-то раньше считала, что в международном морском праве нет областей, которые в той или иной степени не унифицированы. А диссертанту удалось найти область, где международно-правовое регулирование отсутствует. И поставлена была проблема, как унифицировать нормы об ответственности классификационных обществ. Как их унифицировать? Казалось бы, вот то решение, которое предложил диссертант, лежит на поверхности. Ну, принимаем международный акт. Но на самом деле это не поверхностное решение, потому что в диссертации рассматриваются минимум четыре возможных варианта, как решить в международном праве проблему унификации нормы об ответственности классификационных обществ. Как ее решить? А какими способами? Здесь затрагиваются более общие вопросы, потому что сама проблема ответственности юридических лиц в международном праве решается различными способами. Это не только конвенционные нормы, это так называемая еще и социальная, корпоративная ответственность, которая имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Поэтому вот это предложение автора по диссертации, оно все-таки тщательно проанализировано, оно глубоко продумано и основано на анализе нормативного материала. В целом основной тезис диссертации я поддерживаю. Но вместе с тем по диссертации даю два замечания. Я хотела бы обратиться к тексту, чтобы не исказить замечания. Я не соглашаюсь с мнением автора, вытекающим из его рассуждений на странице 42-43 диссертации, что по соглашениям с Морской администрацией государств о делегировании полномочий по проведению освидетельствований классификационные общества несут договорную гражданско-правовую ответственность. Мне все-таки казалось, что подобные соглашения о делегировании полномочий очень близки к административному договору. Вот знаете, в диссертации проблемы международного публичного рассматриваются хорошо. Проблемы международного частного права тоже неплохо. Но может нужно было привлечь административное право. Ведь теория административного договора разработана очень тщательно. И нельзя считать соглашение о делегировании полномочий частно-правовым соглашением. И второе замечание сводится к тому, что меня диссертант не убедил. Не убедил, не аргументировал свою позицию о том, что Конвенция о юрисдикционном иммунитете государства и собственности 2004 года предусматривает для классификационных обществ иммунитет. Этот тезис диссертанта выдвинут на основе анализа только статьи 2 Конвенции, где дается понятие государства. Иные статьи Конвенции при анализе не учтены. Может они в каких-то ситуациях и пользуются иммунитетом. Просто, на мой взгляд, вот этот тезис о том, что Конвенция применяется с учетом статьи 2, это недостаточная аргументация. Поэтому я отметила именно недостаточную аргументированность этого положения. Что касается диссертации в целом, я полагаю, что диссертация соответствует приказу от 1 сентября 2016 года, а соискатель заслуживает присвоения искомой степени. Благодарю вас, Валентина Петровна. Теперь слово предоставляется соискателю. Уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета, прежде всего, хотела бы выразить свою благодарность за ваши благожелательные отзывы, за ваши комментарии, замечания, которые позволили мне уточнить свою позицию и, конечно же, будут учтены мной в дальнейшей работе. Поскольку вопросы, заданные диссертанту напрямую, были сформулированы отдельно профессором Хонка, позвольте мне начать с ответов на эти вопросы. Прежде всего, у профессора Хонка возник вопрос относительно структуры диссертации. Структура предопределена, прежде всего, сложившейся в Российской Федерации традицией, а также назначением работы, поскольку основной задачей автора была именно разработка международного правового инструмента. Национальное право в данном случае рассматривается лишь в том ключе, чтобы оно не вошло в противоречие с предлагаемым международным регулированием. Второй вопрос профессора Хонка. Существуют ли противники установления ограниченной ответственности классификационных обществ? Да, такие специалисты есть, и их работы анализировались при написании диссертации. Среди них, например, Андерс Ульрик, статья «Точка зрения страховщиков» в сборнике «Классификационное общество», страница 37. Машелла Миллер, статья «Отверственность классификационных обществ с точки зрения права США», страница 15. Однако, хотелось бы отметить, что большинство специалистов, к которым я имела смелость присоединиться, выступают за ограничение ответственности данных организаций. Профессор Хонка спрашивает, с чем была связана необходимость ссылаться на ГААКские правила? В ГААКских правилах изначально было дано определение мореходности судна, которое затем было использовано в национальных законах ряда государств, например, России и Германии. ГААКские правила приводятся в связи с тем, что в них установлено, что ответственность за обеспечение мореходности судна лежит на перевозчике. Отсюда я делаю вывод, что классификационное общество не несет ответственности за мореходность судна. Однако, наверное, стоило отдельно подчеркнуть, что данное положение было закреплено в дальнейшем в ГААКско-Весбийских правилах. Профессор Хонка спрашивает, почему диссертант полагает, что пункт 4 статьи 3 Конвенция о гражданской ответственности за загрязнение моря нефтью может применяться классификационным обществом только в части выполнения имя классификационных функций. Мы полагаем, что существующая система ограничения ответственности в морском праве не относится к деятельности в публичном интересе, а скорее к частноправовым отношениям. И, несмотря на тесную взаимосвязь деятельности классификационных обществ в публичном и частном интересе, в данном случае речь идет о выполнении деятельности в интересах судовладельца. И еще один вопрос профессора Хонки касается того, анализировал ли диссертант случаи, когда, не получив полного возмещения от судовладельца, истец обращался бы с иском к классификационному обществу, а также в каких случаях использовались глобальные ограничения и насколько верхний предел ответственности ниже полного возмещения. Да, при подготовке диссертации анализировалось, например, дело о гибели пассажирского парома Эрика в 1994 году. В соответствии с законодательством Швеции лимит ответственности, который по Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям составлял 46 666 специальных прав заимствования, был увеличен до 100 тысяч на пассажира. То есть за 2 тысяч пассажиров, которые могло перевозить данное судно, должна была быть выплачена сумма 200 миллионов специальных прав заимствования. Однако, в соответствии со статьей 7 Конвенции, максимальный предел ответственности по требованиям пассажиров составлял 25 миллионов специальных прав заимствования, то есть существенно ограничивал ответственность перевозчика. После этого около 1200 исцов жертв и родственников из 14 стран подало иски в суд против морской администрации Швеции, судостроительной верфи Мейерверфт и классификационного общества Бюро Веретес. Причиной предъявления таких исков как раз явилась относительно небольшая сумма компенсации, которую получили пострадавшие, а также возможно и то, что классификационное общество традиционно считается платежеспособными ответчиками. Прежде чем перейти к ответам на замечания, я должна дать краткие комментарии, связанные с наличием двух разноязычных текстов диссертации, а также возможно не очень точным употреблением терминологии. Профессор Хонка спрашивает, например, что подразумевается под термином «non-legislative acts». В данном случае более корректно было бы использовать термин «акты вторичного права ЕС», то есть «secondary legislation of the EU». Профессор Галинская указывает в отзыве, что мной был некорректно использован термин «основные принципы». Вынуждена согласиться с данным замечанием, точнее было бы сказать об основных положениях предлагаемого международно-правового акта. У профессора Хонки возник вопрос по поводу бремени доказывания отсутствия вины в российском гражданском праве. Должна пояснить, что по общему правилу, согласно пункту 2 статьи 1064 Гражданского кодекса, бремя доказывания возлагается на причинителя вреда. Соглашусь с замечанием профессора Макаровой, что следовало ссылаться на статью 123.22 Гражданского кодекса, введенную федеральным законом номер 99 от 5 мая 2014 года. В отзывах Людмилы Никифоровны, Галины Георгиевны и Ольги Александровны ставится вопрос о правовом статусе классификационных обществ. Диссертации были определены как организации. В отзывах ставится вопрос о том, что следовало уточнить, о каких организациях идет речь. Речь идет об образованиях, обладающих правами юридического лица по национальному праву. Особенность их статуса заключается в том, что, с одной стороны, они являются сторонами гражданской правовых отношений, а с другой стороны, представляют интересы государств в публично-правовых отношениях и обладают иммунитетом от юрисдикции, осуществляя свои публично-правые задачи. Профессор Макарова задается вопросом о возможной организационно-правовой форме. В данном случае все зависит от национального законодательства. Классификационные общества могут быть как некоммерческими, так и коммерческими организациями. Примером некоммерческой организации может выступить некоммерческая корпорация «Американское бюро судоходства» или федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства», функции полномочий учредителя которого от имени Российской Федерации осуществляет Министерство транспорта России. В качестве примеров коммерческих организаций можно привести французское классификационное общество «Бюро Веритас», созданное в форме акционерного общества, или норвежское классификационное общество «Ден Ви Джи Эль». Классификационные общества также могут иметь организационно-правовую форму публично-правовой компании. В пример можно привести «Индийский регистр судоходства» или «Китайское классификационное общество». Если классификационное общество, такое как, например, «Бюро Веритас», является коммерческой организацией, то оно осуществляет предпринимательскую деятельность и может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, являющиеся основанием освобождения от ответственности. Должна согласиться с замечанием Валентины Петровны о том, что соглашения между морскими администрациями и классификационными обществами не являются гражданскоправовыми, а, конечно, относятся к административно-правовым договорам. Это объясняется публично-правовой природой данных соглашений, посредством которых властный субъект делегирует часть своих полномочий юридическому лицу, классификационному обществу. Не могу при этом согласиться с замечанием Валентины Петровны о том, что в диссертации не учтено положение пункта 1 ст. 16 Конвенции о юридикционных иммунитетах государства и их собственности 2004 года. Положение пункта 1 ст. 16 Конвенции рассматривается нами в контексте сравнения содержащихся вне положений с законом о юридикционном иммунитете иностранного государства и имущества иностранного государства Российской Федерации на страницах 180-181. Еще одно из замечаний членов диссертационного совета совпадает. Людмила Никифорова-Нагалинская отмечает, что в диссертации представлен анализ деятельности классификационных обществ только в Европейском Союзе и не упоминается о деятельности данных обществ в региональных организациях. Профессор Конко отмечает, что в работе отсутствует полное сравнительно правовое исследование рекламентации ограничения на национальном уровне. Нами был проведен анализ преимущественно в отношении ЕС в связи с тем, что это единственное региональное образование, регулирующее деятельность классификационных обществ. Кроме того, в главе третьей диссертации был, помимо всего прочего, проведен анализ национального законодательства и правоприменительной практики Соединенных Штатов Америки. В ответ на замечание профессора Конко хотелось бы отметить, что сложившаяся модель регулирования, разные экономические и технические возможности государств приводят к различиям в рекламентации данного вопроса. И провести ревизию всех правопорядков и особенностей их правовых подходов не представляется возможным. Тем более установление определенных правил на международном уровне очень часто ведет к унификации правовых норм, чего в идеале и следует добиваться. Поэтому основное внимание было уделено не особенностям национального регулирования, а возможностям и перспективам установить международное регулирование. С точки зрения международного права ни одного государства или объединения государств не может быть права претендовать на установление на международном уровне своей модели регулирования. Профессор Хонка и сам замечает, что англо-американский правовой мир объявляется особенно важным. Является ли такой статус всегда заслуженным по его истинному существу и аргументации, это другой вопрос. Страница вторая отзыва. Эта мысль очень важна с точки зрения сегодняшних процессов в общественной жизни, а также в праве. Ни одна страна не может претендовать на монополию в восстановлении удобного и привычного для нее правового порядка на международном уровне. Эта страна может предлагать свое видение, однако выбор остается за международным сообществом. Профессор Хонка просит уточнить, предусмотрена ли в соответствии с принципом канализирования ответственности возможность регрессных исков со стороны судовладельца классификационному обществу в соответствии с Конвенцией о гражданской ответственности за загрязнение моря нефтью и Конвенцией об ограничении ответственности по морским требованиям. Как отмечено на странице 280 диссертаций, в соответствии с Конвенцией о гражданской ответственности судовладелец может предъявить виновным лицам регрессный иск для взыскания соответствующего возмещения. Что касается Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям, то она не основана на принципах канализирования ответственности. Согласно этой Конвенции, иски могут предъявляться как судовладельцу, так и другим лицам, которые могут воспользоваться правом на ограничение своей ответственности. Это такие лица, как фрахтователь, оператор судна, спасатели, страховщики. Регрессные иски в данном случае может предъявить только лицо, которое создало ограничительный фонд для оплаты требований, в отношении которых может быть осуществлено ограничение ответственности. Еще один вопрос у профессора Хонке – это есть ли какие-то дополнительные веские основания, помимо указанных в работе, для ограничения ответственности классификационных обществ. Как уже было сказано, классификационные общества являются важным элементом систем безопасности мореплавания. Их нельзя отождествлять с локальной организацией технических экспертов. В их структуре и особенностях деятельности есть неоспоримые преимущества. Прежде всего, эффективность, поскольку они обладают значительным опытом и средствами для организации освидетельствований по всему миру, что особенно важно в связи с международным характером судоходства. Если бы государству требовалось направлять своих инспекторов в другие страны, они столкнулись бы с многочисленными бюрократическими процедурами и финансовыми расходами. Таким образом, классификационные общества в некотором роде работают на благо всей системы безопасности мореплавания. Кроме того, даже при наличии неограниченной ответственности нет гарантии получения жертвами аварийных случаев полной компенсации, поскольку классификационное общество может ограничить свою ответственность посредством норм корпоративного права. Ситуация ограниченной ответственности и полноценного страхового покрытия, на наш взгляд, более эффективна с точки зрения компенсации жертвам инцидента, причиненного вреда. Еще одним аргументом является тот факт, что классификационное общество ввиду потенциальной неограниченной ответственности может перестать брать в свой класс старые суда, которые больше всего нуждаются в оценке их состояния. Судовладельцы, в свою очередь, будут искать субстандартные классификационные общества, которые согласятся взять это судно в класс, что в целом может негативно сказаться на безопасности мореплавания. Благодарю вас еще раз за внимание. Надеюсь, мне удалось ответить на все поставленные вопросы. Ну, насчет того, все ли удовлетворены, я не уверена. Честно говоря, я, например, не согласна с тем, что вы назвали это терминологическим вопросом вопрос об основных принципах. Основные принципы – это не терминология. Причем на всех языках они называются одинаково. И никакого расхождения терминологического я здесь не вижу. Здесь основа, на которых вообще зиждется все правовое регулирование международных отношений. Это просто так, к вопросу. Я согласна, согласна, что это не совсем корректно. Это не надо было относить к терминологии. Пожалуйста, присаживайтесь. Я теперь хочу задать вопрос всем присутствующим. Есть ли у кого-то желание выступить в отношении данной диссертации? Как-то ее прокомментировать? Если желания нету, тогда мы сделаем перерыв на пять минут. Ой, простите. Одну минуточку, простите. Я еще должна представить слово научному руководителю. Сергей Владимирович, извините меня, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые члены совета, я так понимаю, что на меня общий регламент распространяется, поскольку специальный для меня не установлен. Но я, конечно, не буду злоупотреблять вашим вниманием буквально одна-две минуты, поскольку в деле имеется отзыв мой подписанный. Я подтверждаю все, что в этом отзыве написано. Я привлеку ваше внимание к двум моментам. Я доволен той работой, которую Мария Кирилловна выполнила. И я считаю, что главная задача, которую она перед собой поставила, доказать необходимость международно-правовой унификации, ограничения ответственности классификационных обществ, она выполнила. Более того, вот здесь Валентина Петровна сказала, что было предложено даже четыре возможных варианта. Это не случайно, потому что Мария Кирилловна уже как опытный международник, она понимает, что согласование позиций государства, это дело достаточно сложное. Поэтому она как бы предлагает, вот вам, пожалуйста, четыре пути, по которым можно пойти. Я хочу сказать, что ведь мы здесь сегодня говорим о классификационных обществах, но в подкорке у нас все время, что это важнейший элемент обеспечения безопасности мореплавания. Поэтому здесь речь не только о том, что Мария Кирилловна решила установить, взяла на себя такую благородную функцию, установить справедливость, что у нас ответственность всех участников оборота может быть ограничена, а классификационные общества сюда не попали. Но мне кажется, что Мария Кирилловна вышла за границы той узкой проблемы правовой, которую она поставила, потому что и рассмотрение возможности распространения на классификационное общество юрисдикционного иммунитета, и совмещение в одном лице выполнения публично-правовых и частно-правовых функций, все это выходит за пределы, собственно, той темы, которую Мария Кирилловна в своей диссертации анализирует. Вы знаете, что и еще мне понравилось, как она сегодня защищалась, потому что я считаю, что все-таки защита должна быть защита, да, и Мария Кирилловна здесь это сегодня блестяще подтвердила. Спасибо за внимание. Благодарю, Сергей Владимирович. Еще раз, извините меня, пожалуйста. Теперь мы должны посовещаться с советом, поэтому делаем перерыв на 5 минут. Если можно, я прошу присутствующих удалиться. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . . Спасибо. Мы можем приступить к открытому голосованию. Ну, я думаю, я начну просто так. Ольга Александровна, прошу вас. Вы за присуждение ученой степени. Валентина Петровна. За присуждение ученой степени. Галина Петровна. I vote for. Вы за присуждение или против. I vote for. Я за. Yes. Excuse me. Я за присуждение степени. Кандидата юридических наук, то есть единогласно. Таким образом, значит, мы с вами считаем, что диссертационный совет принял положительное решение по вашей диссертации и вам присуждается ученая степень кандидата юридических наук. О том, как вы об этом рады, пожалуйста, можете сказать нам. Очень интересные отзывы, замечания, дополнения, которые позволили мне уточнить мою позицию. Я считаю, что ограничение ответственности классификационных обществ будет способствовать справедливому распределению ответственности и финансовых рисков в международном морском обороте. Позвольте выразить благодарность всем тем, кто помогал мне при написании, обсуждении и подготовке диссертации к защите. Хотелось бы отметить, что я начинала подготовку данной работы в Санкт-Петербургском морском техническом университете под руководством Смыслова Бориса Анатольевича, который я очень рада, что он сегодня здесь, и я могу выразить ему свою благодарность лично. Продолжение следует... На этом заседание диссертационного совета объявляется закрытым. Дорогие коллеги, я благодарю вас, благодарю за время, за то, что вы потратили. Продолжение следует... Продолжение следует...